МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творчества самого разного пошиба на форуме в Ереване хватало слишком. Более того, на мероприятие была представлена даже откровенная самодеятельность. Особенно ярко она проявилась в рамках круглого стола на тему развития культурно-исторического туризма. Здесь, в частности, выступил представитель карабахских сепаратистов некто Сергей Шахвердян. По его словам, до прошлогодней войны россияне составляли 60% от общего числа так называемых туристов, посещавших тогда еще оккупированные территории Азербайджана. При этом, отмечает Шахвердян, в нынешнем году число иностранцев, совершающих туристические поездки в Карабах, практически не изменилось. Далее было подчеркнуто, что граждане России имеют возможность безвизового въезда в Карабах и должны воспользоваться ею на всю катушку. В заключении Шахвердян заверил, что поездка в Карабах абсолютно безопасна. Оставляем за собой право усомниться в достоверности приведенных данных. Тут дело в другом. Прежде всего возникают закономерные вопросы. На каком основании на официальном мероприятии с участием полномочных лиц из России, включаясь замминистра экономического развития, присутствует представитель преступного сепаратистского сообщества? Допустим, организаторы форума в Ереване полагают, что это придает мероприятию особую пикантность. Но почему российская сторона проявила такую беспечность в вопросе состава участников? Насколько правомерно обсуждение суверенных территорий Азербайджана на форуме, посвященном тематике исключительно армяно-российского сотрудничества? Помимо прочего, заявления Шахвердяна открыто направлены на дискредитацию российской миротворческой миссии в Карабахе. Из его слов выходит, что Лачинский коридор, находящийся в зоне временного контроля российских военных, используется отнюдь не по назначению. В трехсторонних договоренностях от 10 ноября 2020 года нет ни единой ссылки на возможность эксплуатации этого маршрута для незаконных перемещений, в том числе под соусом так называемого туризма. По сути, речь идет об откровенной провокации, нацеленной на подрывы Азербайджана-российского взаимодействия по стабилизации в регионе. Но почему создание почвы для подобных провокаций оказывается столь простым и неприхотливым делом? Неужели даже приветственное послание президента России не является достаточно убедительным поводом для того, чтобы легитимность мероприятия не страдала? Ведь понятное дело, что Путин приветствовал вовсе не Шахвердяна и ему подобных, которые тем не менее получили таки трибуну для своих провокаций. Полагаем, что российской делегации следовало проявить куда большую щепетильность, чтобы оградить себя от столь неловкого положения. В последнее время заметно активизировались деструктивные элементы, стремящиеся вовлечь российский бизнес в опасные аферы. На днях с так называемым рабочим визитом в России побывал некто Давид Бабаян, представляющийся как министр иностранных дел Нагорного Карабаха. В отсутствии такого географического и темпачи политического понятия, как Нагорный Карабах, подобная презентация звучит как медицинский диагноз. Между тем, это обстоятельство не помешало Бабаяну посетить Москву, Владимирскую область, Пятигорск и Сочи. Согласно информации, член сепаратистской шайки встретился с представителями различных российских кругов. На встречах обсуждались вопросы материального содействия России в развитии Карабаха. Особый акцент Бабаян делал на том, что новый российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в ходе своего визита в Ереван провел отдельную встречу с главарем преступного сообщества Араиком Арутюняном. По словам Бабаяна, это говорит о заинтересованности России в налаживании тесных связей с карабахскими сепаратистами. То есть налицо очередная провокация, условия для которой вновь были созданы без каких-либо препятствий со стороны полномочных органов России. Вольготные перемещения по России Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и Ежесними никоим образом не коррелируют с задачами, заявленными Москвой в рамках своей миротворческой миссии. Особенно недопустимыми представляются предпринимаемые в ходе этих вояжей попытки втянуть российский бизнес в авантюры против Азербайджана. Примечательно, что все это происходит на фоне антироссийских акций и протестов в Ереване, организованных так называемым национальным демократическим полюсом Армении. По имеющимся данным, эти акции спонсируются представителями армянского лобби в России. Тем самым они хотят заявить о себе как о едва ли не ключевом факторе в армяно-российских отношениях. Полагаем, что подрывная деятельность армянского лобби должна стать предметом пристального внимания соответствующих органов России. Равно как хотели направленные потуги бросить тень на миротворческую миссию Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова